Привет всем ребята, с вами Хомиш и как обычно с Т-10810 я вот делаю видео и сейчас я расскажу вам про новый СТ, это объект 430. У нас появляется новый топ у советов, думаю большинство уже об этом знает, ну для тех кто не знает, вот я сейчас и говорю. Появляется девяточка 430 вариант 2, который будет довольно таки имбовый, интересный, но про него расскажу позже. И 430 вот топовый, по сути та же 62, только здесь у нас орудие от объекта 140, ну как бы на 62 тоже такое же написано, но здесь именно как у объекта 140, только сведение даже еще дольше и точность чуть-чуть хромает и скорострельность тоже чуть-чуть хромает. У объекта 140 и Т-62 9.09 выстрелал скорострельность здесь 8.7, разброс 0.35 такой же как у 140, но у 62 чуть-чуть точнее и сведение 2.3 секунды, так себе конечно. У 62 ровно 2, у 140 2.1, если я не ошибаюсь. Ну такое вот орудие по сути то же самое, только отличается. Ну а так что еще, максимальная скорость 55 км в час, 580 лошадок движок как обычно, 35 тонн веса, бронирование корпуса здесь отличается у нас, 120 мм во лбу, вот довольно такие интересные 120 мм, то есть смотрите здесь угол мне кажется даже чуть-чуть лучше чем у 62, где-то такой же как у объекта 140, то есть приведенки здесь много будет. И НЛД очень хорошо спрятан, и вот здесь все очень так продумано хорошо, так очень все плавненько, гладенько так сварено все вместе, все бронелисты, вообще даже незаметно вот этих вот стыков бронелистов, только если смотреть под определенным углом. Ну и башня тоже интересная, только один лючок у нас видно и то не очень. Так-то та же самая 62, такой же топ, не знаю зачем вводить еще одного топа, видимо чтоб денег заработать, не знаю честно, потому что это глупо, и объект 140 у нас есть и 62, они и так одинаковые. Тут третий клон чуть-чуть с лучшей броней, и все, ну в общем глупо это как по мне, про то что ставит на него, вот вы видите сами досылатель, стабилизатор и просветленка, сами уже решайте что не выставить, я не знаю, может кто и будет его качать, я его не буду качать, я не вижу в нем смысла, лучше буду кататься на 62, ну а так пойдем в бой и оценим этого танчика. Посмотрим, что это за объект 140, может он действительно лучше, может тут есть что-то свое, я лично ничего нового не увидел, все то же самое, танк такой же точно. Единственное, что броня отличается и как-то внешне он чуть-чуть отличается и все. Ну ладно, посмотрим, посмотрим. Долго конечно что-то грузится, не знаю, обычно быстрее, уже половина загрузились, я еще гружусь и гружусь. А, ну вот, нормально. Вот, новая такая у нас фишка имеется теперь, такое вот размытие, когда вы вертите мышку и то, что когда отдаляете или приближаете камеру, она так плавно дергается. Ну прикольно в общем-то сделали, по сути та же динамическая камера, только новые такие вот, как бы внесения что-ли в игру или внедрения, не знаю как это правильно сказать, но нововведения, вот как будет правильный. Ну по сути, ничего нового, ничего интересного, вот такое же самое у нас в War Thunder есть. Ну, КД конечно не удивляет меня, 5.95, ну так не особо отличается, у 62-ки я не помню, 5.6 вроде бы получается с братством, у меня тут братства нету, стабилизация тоже никак у 62-ки похуже. Ну так-то он ездит довольно-таки хорошо, быстро, чуть-чуть так внешне отличается, такой более плавный какой-то, такой более прикольный что-ли. Так, я иду со всеми тут СТБшниками, один европеец, другой русский, европеец прямо вперед летит, видимо привык играть у себя на евросерверах, на которых можно вылезать в самый лоб и жить. Ну хз, у нас так наверное не получится. Так. Да, конечно, стабилизации, здесь даже со стабилизатором я особо не вижу, но конечно если до него, когда вы до него уже дойдете, у вас будет экипаж минимум 2-3 перковый, и поэтому конечно с перками на стабилизацию наверное будет отличаться все это. Так, посмотрим, да не, я ни в кого попасть даже толком не могу, ну не то что попасть и стрельнуть не попал, смотрите, с такой-то точностью даже нормально попал. А меня уже срикошетили, не знаю каким снарядом, но рикошет уже был. Через башню не потанкуешь, не знаю сколько здесь у нас градусов углы вертикальной наводки, но я буду надеяться, что они здесь нормальные, очень буду надеяться, но не вижу этого я конечно. То же самое, что у 62-ки, надо посмотреть будет где-нибудь. Ах. Не могу ни в кого попасть нормально. Так. Не могу даже домашку дать. Надо отсюда уезжать. Не вижу смысла, конечно подставляюсь. Ну так-то я просто танк оцениваю, это естественно не гайд, а то многие могут... Подумать, что это какой-то конкретный гайд по танку или что-то еще. Но это не гайд, ребят, это с теста видео. Это первый смотр танка, просто оценка. Ага. Мне что в корму что ли срикошетили? Да, да, в корму, смотрите, вы видели? В крышу рикошет, в крышу. Не просто даже в корму, еще вообще в крышу. Это очень классно. Так. Проблю я СТБ, не знаю даже. Ребят, извините немного за бытовую обстановку. Я, как обычно, делаю видео с теста на скорую руку. Чтобы тех, кто не может скачать тест, порадовать информацией с тестом. Меня просто здесь кошка отвлекает. Если вы услышали ее мяуканье или что-то такого плана, не пугайтесь. Это не у вас кошка, это у меня здесь под ногами. Она ползает и мешает. Не дает нормально видео записывать. Так. У нас тут ФВшечка есть. Странно, что ее тестят, а не новые танки. Редко я вижу что-то, кроме новой техники. Он что, затранит что ли хочет или что? Отстань от меня ФВ. А ФВ пробивает. На удивление. Я не могу в борт пробить ФВху. Ну, в каток-то я точно его пробью, но у него, конечно, ДПМ хороший очень. Все. Кто-то мне там помог. Спасибо, Хэвик, братан. Реально спасибо, ты спас меня от смерти. Я проживу еще 300 секунд от силы. Ну, хотя, возможно, я дольше проживу. Режим берсерка включен. Так. Зачем я лезу вперед, я не понимаю. Тяжело записывать видео и думать. Надеюсь, кошка мне провода не пригрызет. И я смогу дальше записывать видео. Она прям тут лазит. Возле системного блока. Я чувствую, что она что-то нехорошее делает. Кстати, смотрите, в крышу пробили. Ах, арта. Сняла. Ну, ладно, ребят, извините за вот, действительно, за такую бытовую обстановку. Главное, что я вам танк показал. Надеюсь, вам было интересно. Танк мне не нравится, короче. Вот 140-й мне понравился, когда он вышел. Этот, что-то мне вообще не нравится. 430-й. Ну, потому что я днище, скорее всего. Я более серьезные причины не вижу. Более весомые. Ну, так-то все, в принципе. По танку. Считаю его бессмысленным. Лучше японцев качать. СТБ-1 хорош. Спасибо вам за просмотр. Если вам было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.